Все дороги к этой школе в Паркленде до сих пор перекрыты. Чтобы добраться сюда, нужно пройти несколько полицейских кордонов пешком. Но это не останавливает тех, кто продолжает нести сюда игрушки и живые цветы. Этот мемориал в УЗИ школы образовался спонтанно. Имена погибших и записки. Каждую минуту сюда приходят все новые жители города со своими детьми помолиться за погибших и поддержать живых. Дочь Бет в этом году заканчивает эту школу. Она была там, когда Николас Круз с автоматом пришел туда. Эта школа была супер подготовлена. Все относились к угрозам очень серьезно. Здесь учения несколько раз в месяц проводили. Ученики даже жаловались на это. Но если эта школа не смогла себя защитить, то значит проблема не в этом. Можно хоть на всех детей бронежилеты надеть. Автоматическому оружию не место в американских магазинах. Здесь не только родители, но и ученики. Итан Трю когда-то учился в одном классе со стрелком. Он говорит, что даже не знал, что тот больше не учится в школе. Думал, что трудного подростка перевели в другой класс. Мы выбегали из школы с Николасом Крузом. Он бежал рядом с нами. Когда начали его искать и объявили, что он стрелок, мы даже не сразу поверили. Он же эвакуировался с нами. Он ничего не говорил, молча шел. Оружия у него уже не было. Машины, спецслужб и шерифов пробираются мимо многочисленных телевизионных групп, которые ночуют здесь 14 февраля. Сотни журналистов со всего мира прилетели во Флориду освещать это событие, которого лучше бы не было никогда. Каждый день мы видим эти лица на американских телеканалах. Десятки спутниковых тарелок, тонны оборудования. Завтрак и ужин прямо здесь. Некоторые из них впервые работают в чрезвычайной ситуации. Ну и для тех, кто уже не в первый раз освещает подобные трагические события, нелегко. Я работал в Орландо после расстрела в ночном клубе. Теперь здесь. Я сам отец. Это психологически тяжело. Столько детей погибло. Я родился в Майами почти у каждого из журналистов, которые сейчас здесь, родственники или знакомые, чьи дети были в этой школе в тот день. Здесь нет обычной журналистской конкуренции. Операторы уступают место друг другу, а репортеры конкурирующих телеканалов помогают поддержать микрофон, если не достает рука. Сейчас главное донести до мира, что случилось здесь. Сейчас сюда приехали психологи со всей страны, чтобы помочь пережить горе школьникам и родителям, потерявших своих детей. Наши спасатели, которые первыми приехали в школу, тоже проходят психологическую реабилитацию. Это страшно, то, что они увидели здесь в тот день. Майкл Мозер – один из тех, кому американский президент пожал руку, когда неожиданно решил в конце прошлой недели навестить раненых и врачей в местном госпитале и поблагодарить спасателей вовсе окружного шерифа за их самоотверженный труд. Кортеж Дональда Трампа проносился по дорогам Флориды столь стремительно, что журналисты едва успевали за ним. На этой неделе президент США обещает встретиться со школьниками Южного штата. И это будет нелегкий разговор. Каждый день в разных школах и на улицах Флориды проходят молодежные акции протеста с требованиями разобраться, наконец, с оружием, которое убивает их. Эта школа до сих пор закрыта, пройдет совсем немного времени, и ученики вернутся сюда. Но некогда спокойный город Парк-Лэнд будет всегда помнить об этой трагедии. И имена 17 школьников и их преподавателей здесь не забудут никогда. Стэн Грунский, Сергей Капуста. Специально для настоящего времени. Парк-Лэнд. Субтитры создавал DimaTorzok